Итак, BlackBerry Z30, 5-дюймовый смартфон компании BlackBerry, флагман, последний представленный в середине сентября 2013 года. От предыдущей полностью сенсорной модели BlackBerry Z10 этот смартфон, в первую очередь, отличается размером диагонали, диагонали дисплея, но на самом деле главное различие, пожалуй, в скорости работы. Лично я в Z10 отметил для себя хоть и плавную, но не очень шуструю работу интерфейса, при том, что Z10 оказался у меня на тесте после 925 люмии и разница была ощутима. И точно так же, когда после Z10 у меня в руках оказался Z30, я с удивлением констатировал, что скорость работы очень-очень сильно отличается от модели Z10. Это касается и браузера, и приложений, и общей работы интерфейса. Ну, вот я, собственно, демонстрирую, насколько все это быстро работает. Продемонстрирую некоторые, скажем так, уникальные фишки операционной системы BlackBerry 10. Ну, вот, например, вам нужно посмотреть видео и параллельно, ну, фильм, например. Точнее, вы смотрите фильм, а параллельно вам нужно, придется, например, переключиться в какое-нибудь приложение. Ну, вот, выбираем какой-нибудь фильм. Запускается он, как вы видите, в браузере. Ну, сейчас он подгружается, но пока он подгружается, мы абсолютно спокойно можем этого не ждать, а, например, перейти, создать новую вкладку и перейти в новую вкладку и почитать что-нибудь. Например, про тот же смартфон BlackBerry Z30. Прибавим звук, чтобы... А, ну, собственно, вот там... Фильм идет в фоновом режиме. Обратите внимание на звук. 19 августа появился указ об организации государственных служб в Парижском округе. Он был опубликован в официальной газете. Мы можем просто свернуть в браузер полностью и, например, перейти в навигацию. Окей. Соединение со спутниками установлено. ...эффектом Парижского округа Поле-де-Любрия, который, согласно коммунике Министерства информации, будет обеспечен разнообразными и четкими структурами. Можем поставить на паузу. Ну, как вы видите, это я сейчас такую промо-фишку на самом деле демонстрирую. Промо-фишку, которую не в состоянии сделать ни одна другая операционная система. Дело в том, дело тут не в мощности железа абсолютно, а дело именно в многозадачности операционной системы. Что касается железа и аппаратной начинки, на которой работает Z30. В основе аппаратной начинки лежит Qualcomm двухъядерный процессор Snapdragon S4 Pro. То есть, по сути, очень похожий процессор, системы которой лежит в основе 925-й люмии. Правда, здесь в качестве графического сопроцессора выступает Adreno 320. В 925-й люмии Adreno предыдущего поколения, по-моему, если я не ошибаюсь, 225. 2 гигабайта оперативки, которая, собственно, нужна для обеспечения полноценной многозадачности. 16 гигабайт встроенной флэш-памяти и слот для SD-карт позволяет расширять флэш-память еще на 64 гигабайта. Вот такая аппаратная платформа, на самом деле, достаточно средняя по нынешним временам, когда уже появляются смартфоны на Snapdragon 800, который, по сути, является таким этапным достижением IT-индустрии. двухъядерный Snapdragon S4 Pro, ну, как бы не сказать, что слабенький процессор, но как бы так и изверха среднего уровня. Поэтому можно предположить и надеяться, что все-таки Z30 не будет стоить каких-то нереальных денег. Теперь предлагаю рассмотреть, собственно, сам девайс. Ну, как вы видите, 5-дюймовый дисплей покрыт защитным стеклом. Тут, помимо защитного стекла, есть еще и олеофобное покрытие. Вот, как вы видите, отпечатки, в принципе, какие-то, можно сказать, что остаются, но на самом деле они минимальны и, можно сказать, что их практически не остается. Gorilla Glass 2, сам дисплей Super AMOLED. Ну, углы обзора достаточно неплохие, как вы видите. На солнце ведет он себя тоже вполне приемлемо. Яркость у дисплея и контрастность очень хорошая. Вообще к дисплею никаких претензий нет. И к покрытию тоже никаких претензий нет. На том же Z10 очень активно оставались отпечатки пальцев, что портило его внешний вид. Здесь все с этим в полном порядке. Олеофобное покрытие работу свою выполняет, по сути, на пятерку. На дисплее находится 2-мегапиксельная камера для видеосвязи. Она светосильная, точно так же, как и в Z10. Для BlackBerry видеосвязь – это как для смартфонов, в первую очередь адресованных бизнес-людям. Видеосвязь – вещь важная, принципиальная. Поэтому 2-мегапиксельная светосильная камера, чтобы вас видели хорошо. Датчики приближения и освещения. В остальном здесь все стандартно. Сама конструкция смартфона такая. У Z10, на самом деле, конструкция, на мой взгляд, была лучше. Потому что у Z10 вот эта металлическая рама, которая окантовывает боковые грани, она заходила и наверх. И в результате у Z10 получается такая штука, что дисплей вставляется в такую полностью металлическую раму, которая заходит сюда и наверху, и внизу на фронтальную поверхность, и идет по боковым граням. Думаю, что такая конструкция очень и очень прочна, потому что при падении, например, понятно, что смартфон, скорее всего, упадет на угол. И при падении эта рама, она амортизирует, и в результате удар до дисплея не доходит. Здесь все-таки, думаю, что не стоит даже экспериментировать. Ну, в общем, думаю, что с этим аппаратом нужно вести себя осторожнее, потому что, если, например, он пойдет на верхний угол, то защитное стекло может не выдержать. Так что, если в Z10 никакой чехол, на мой взгляд, никакой бампер не требовался, то к Z30 мне, например, хотелось бы иметь возможность приобрести какой-нибудь либо бампер, либо чехол. Хотя, с эргономической точки зрения, я должен сказать, что аппарат очень удобный. Несмотря на 5-дюймовый дисплей, он лежит в руке великолепно. Он совсем небольшой. Я его сравнивал с той же 925 Lumia. Но у 925 Lumia 4.5 все-таки диагональ дисплея, поэтому не совсем корректное сравнение. Но, в общем, по ширине они практически одинаковые. по высоте Blackberry Z30, естественно, больше. Сравнивал с Galaxy S4. И по ширине, и по высоте есть по несколько миллиметров буквально Z30 больше. Сравнивал... С чем я еще сравнивал? Да, вроде все. На самом деле, толщина Z30 9,4 миллиметра. Не сказать, что это рекордно мало, но это точно немного. Потому что у той же 920 Lumia, например, ширина, толщина точнее и вовсе 10,7 миллиметров. Поэтому здесь абсолютно в пределах разумного. Пройдемся по боковым граням. Привычная для Blackberry стройная такая качелька громкости. Верхние и нижние кнопки это кнопки регулировки громкости. В режиме камеры они работают как спусковые кнопки камеры. Причем и та, и другая кнопка. Нажимайте на какую вам удобнее. Средняя кнопка предназначена для активации режима голосового управления. Но, к сожалению, голосовое управление на русском языке в операционной системе Blackberry 10 не поддерживается. Пока, во всяком случае, не поддерживается. Здесь все три кнопки, зажатые разумом, делают скриншот. Здесь находится пара микрофонов. Дело в том, что вот так вот странно, казалось бы, они находятся. Но, на самом деле... Ну, видите, наверное, маленькие точки. Но, на самом деле, эта пара микрофонов это далеко не все микрофоны. Всего в Blackberry Z30 их пять. Остальные, честно говоря, мне обнаружить не удалось. Они спрятаны где-то под крышкой. Тем не менее, они есть, и технология эта разработана, и вообще решение это создано для того, чтобы предоставить максимально комфортные условия для общения с помощью Blackberry Z30 во время телеконференции. Вот такое назначение этого смартфона предусмотрели производители. Отверстия для динамиков, звук которых вы уже слышали, звук и громкий, и качественный. Звук просто великолепный. Стандартный, опять-таки, для Blackberry разъем HDMI и microUSB. 8-мегапиксельная камера, которая, честно говоря, удивила меня в хорошем смысле слова. Во-первых, своей съемкой в условиях плохого освещения. У нее диафрагма 2,2, но светосильность ее ничуть не хуже, чем у той же 920 или 925 Lumi. Я снимал вчера ночью без вспышки, понятное дело, и фотографии получились очень и очень достойные. Ну, во всяком случае, для условий съемки. Я попытаюсь, не попытаюсь, а кину обязательно ссылку на обзор, в котором будут эти фотографии на текстовую часть обзора. Ну вот. Ну, пожалуй, кнопка включения и выключения наверху, и наверху же разъем для наушников 3-5 миллиметров. Снимем заднюю крышку, которая сделана из такого стекловолокна. Она достаточно плотная. С этой стороны она, такое ощущение, что слегка прорезиненная. Ну, во всяком случае, в руке Z30 абсолютно не скользит. Хотя, отмечу, что задняя крышка Z10 мне все-таки нравилась больше. Потому что там было полное ощущение, что у тебя в руках нечто кожаное или кожзаменитель какой-то. Это было очень мало того, что удобно, поскольку она тоже не скользила. Еще, вдобавок ко всему, и очень приятно. Ну, собственно, съемная крышка задняя, она снимается исключительно для того, чтобы поменять или вставить microSIM или microSD-карту. В остальном, аккумулятор несъемный. Ну, вот вы видите тут информация. 5 дюймов HD Super AMOLED. Да, я забыл, кажется, сказать, что разрешение дисплея 1280 на 720. Это HD. И объем емкости аккумулятора. Емкость аккумулятора 2880 мАч. Ну, вот за то время, пока, за те два с половиной дня, скажем так, пока у меня на тесте находился и пока еще находится BlackBerry Z30, я могу сказать, что этой емкости аккумулятора с лихвой хватает на рабочий день достаточно активной эксплуатации BlackBerry Z30. Под активной эксплуатацией я в первую очередь понимаю работу в соцсетях, разговоры, смски, всевозможная письменная работа, плюс браузинг в интернете. Вот такие вещи. Если смотреть фильмы онлайн, например, или не онлайн, хотя онлайн больше заряда расходуется. Но если смотреть фильмы или играть в игрушки, то, наверное, я не пробовал, честно говоря, не было такой возможности, но если взять какую-нибудь мощную игрушку, то, возможно, часов за 7-8 можно посадить этот аккумулятор. Но вот в тех условиях, в которых я его использовал, а я вот эти три дня, прямо честное слово даю, вообще не использовал ноутбук, то есть никакой необходимости не было, а главное не хотелось, потому что машинка оказалась просто феноменальной, и она меня просто захватила, и я пользовался ей. И, во-первых, и с удовольствием, а во-вторых, мне просто было интересно, в какой же момент передо мной возникнет какая-то задача, которую я не смогу выполнить на BlackBerry Z30. Ну вот, за два с половиной дня тестирования либо такая задача не возникла, либо такой задачи действительно нет. Ждать ничего не приходится. Девайс реально дико быстрый. И при этом наравне с этой быстротой абсолютно полноценная многозадачность. Ну да ладно. Значит, про динамики рассказал, про аккумулятор тоже, в принципе, сказал, про камеру тоже, в принципе, сказал. Ну вот здесь вот где-то еще спрятаны три микрофона, которые, собственно, образуют определенный саунд, скажем так, при общении во время телеконференции. Что еще? Ну, давайте теперь, наверное, переместимся в интерфейс. Ну, подробно рассказывать о платформе BlackBerry 10, о BlackBerry Hub и обо всем об этом я не буду. Есть мой обзор, который я тоже совсем недавно делал о BlackBerry Z10, поэтому можно посмотреть его. Скажу одно, что, ну, во-первых, здесь установлена новая версия операционки 10.2. В BlackBerry Z10 у меня стояла простая десятка или 10.1. Здесь все действительно, появились какие-то обновления. Ну, в частности, вот я выражал желание, чтобы интерфейс вообще всей звонилки стал черным в BlackBerry 10. И он действительно в следующей версии стал черным, чем, на самом деле, меня порадовал. Мне кажется, что, во-первых, черный цвет в BlackBerry идет намного больше, во-вторых, черный цвет более... черный фон, я имею в виду. Черный фон в интерфейсе более практичен, когда смотришь на экран при направленных солнечных лучах. Поэтому, ну, и, опять-таки, он, на мой взгляд, более стильный вообще, даже безотносительно BlackBerry. Вот, порадовало, что появилось такое изменение. Появились некоторые изменения, связанные с текстовой работой. В частности, ну, вот, например, я открою сейчас, собственно, обзор BlackBerry. Редактировать. Это Word2Go. Ой, док... Так, как это... Это софтинт называется-то? Докс2Go называется она. Это один из лучших, если не лучший, офисный пакет, который предустановкой идет в операционной системе BlackBerry 10. Раньше, когда, чтобы выделить слово, вам приходилось долгим тапом удерживать и после этого, после выделения, еще раз нажать, чтобы у вас появилось контекстное меню. Причем, контекстное меню вылезало вот здесь, вот, фирменно, по BlackBerry справа. Теперь это все делается одним касанием. Как только вы долгим тапом выделяете то или иное слово, у вас тут же появляется функционал. Ну, функционал, я думаю, по иконкам понятен. Комментировать его не нужно. Что еще добавилось? На самом деле, даже уже, вот, настолько за два с половиной дня свыкся с интерфейсом, что даже уже и не вспомню, наверное, что добавилось. Стало все намного быстрее. Вот, что в первую очередь добавилось. Не знаю, вина ли это аппаратной платформы, на которой работает Z30 или это все-таки доработка операционной системы. Я не исключаю, на самом деле, что и то, и другое. Потому что, ну да, Snapdragon S4 Pro, тем более работающий на частоте 1,7 ГГц, это процессор помощнее, чем... Ну, у меня был Z10 на Умаповском процессоре, полутора ГГцовом. Но, тем не менее, разница слишком ощутимая для того, чтобы... Ну, вот, выглянуло солнце, предлагаю посмотреть, как экран ведет себя на солнце. Ну, вот, в принципе, на мой взгляд, абсолютно нормально. Даже я направляю туда. Вот, и солнце ушло. Нет, не ушло. Ну, да ладно. Еще что хотелось бы сказать. Хотелось бы сказать, что, конечно, главная проблема BlackBerry 10, операционной системы, это те карты, которые предустановлены здесь. Картами этим я их даже открывать не буду. Картами этими пользоваться абсолютно нельзя. Поэтому следует учитывать, что в магазине есть специальные, написанные и созданные для операционной системы BlackBerry 10 Navitel-навигатор. Думаю, в особом представлении эта программа не нуждается. Вот, стоит она... Месяц, первый месяц она бесплатная. Дальше она стоит, ну, карта России, например, стоит полторы тысячи рублей. Поэтому следует учитывать вот такую дополнительную отрату. А так, Navitel-навигатор снимает абсолютно все проблемы и вопросы с навигацией в операционной системе BlackBerry 10. Изменилась нотификация, теперь уведомления приходят вот сюда, всплывающее такое окошко, отчасти на Windows Phone, кстати, похоже. Такая плашка всплывает во время прихода уведомления. Ну, а дальше уведомления все попадают в BlackBerry Hub, понятное дело. В BlackBerry Hub появилась такая штука, как Priority Hub, куда, по всей видимости, какие-то приоритетные сообщения. Хотя, ну, я никаких приоритетов вроде бы не выставлял, но сюда что-то уже попадало. Ну, не разобрался еще. Что еще хотелось бы сказать? Да, наверное, на самом деле все сказал. Девайс мне очень-очень понравился. Если BlackBerry Z10 вызывал просто приятные эмоции, он действительно очень хорош, в нем очень хорошее инженерное решение, касающееся вот этой рамы, то здесь налицо абсолютно современный, абсолютно конкурентный, по каким-то элементам даже самый лучший смартфон. Ну, в плане многозадачности, так уж точно, я, честно говоря, даже не знаю. Ну, вот все подобные штуки можно у некоторых самсунговских устройств вытворять, в которых реализована такая штука, которая называется у Samsung Pop-Up Play. Это возможность вывода видеокартинки в отдельном окне поверх других окон. Вот, ну, штука эта, не знаю, как она работает в том же Galaxy Note 3, но вот я ее последний раз тестировал на самом первом Galaxy Note, когда туда пришло обновление Android 4.1, и пользоваться ей было, ну, скажем так, ну, медленно, но можно. Здесь все это работает, ну, вот мы сделали обзор, у нас это кошка, пожалуйста, я сейчас нажимаю, кино продолжается. Ничего не вылетает. Хром андроидовский уже 20 раз выгрузил бы это окно. Ну, наверное, все-таки обзор не будет полный, если я вообще никак не коснусь работы с текстом, потому что работа с текстом это все-таки конек BlackBerry, а в Z30 это стало еще удобнее, чем в Z10. Z10 все-таки меньше, конечно, там дико удобно набирать текст, но здесь набор, особенно двумя руками, становится уже чем-то совершенно профессиональным таким. Что примечательно, здесь эргономика устройства такова, что набирать можно как двумя руками, так и одной рукой. Вот абсолютно спокойно у меня палец до крайних кнопок достает. Ну, вот я попробую. Система подсказки слов в BlackBerry лучшая. Написалось слово, начинается. Я беру, кидаюсь им наверх. Того, что я... Вот я ошибся. Пишем, просыпаются. Просыпаюсь. И выхожу. Балкон. Вот, пожалуйста, одной рукой фраза написана. Пятидюймовое устройство, вообще никаких проблем. Если ту же фразу писать двумя руками, то выглядеть это будет следующим образом. Можно... Побуквенная навигация работает вот таким вот образом. Можно добавлять слова в словарик. Вот, а побуквенная навигация вот она. Таким вот образом работает. Ну, в общем, что касается работы с текстом. Ну, если нам, например, нужно удалить последнее слово, мы его удаляем не по буквам, а вот таким вот свайпом. Если нам нужно удалить два слова, то мы удаляем таким же свайпом, только сделанным двумя пальцами. Вот, пожалуйста, удалилось два слова. Если мы хотим в любом месте абсолютно убрать клавиатуру, мы делаем двумя пальцами свайп по клавиатуре вниз. Если мы хотим в любом абсолютно месте вывести клавиатуру, мы делаем... Так, не совсем так. Мы делаем свайп... Так, не получается. Почему не получается, непонятно. Значит, я не прав. Значит, не совсем в любом месте. Хотя мне почему-то казалось... Нет, вот. По-видимому, поскольку там все-таки текстовой редактор, то предполагается, что не свайпом сверху... Ой, снизу вверх, а тапом в текстовое поле клавиатура вызывается. Не знаю. Ну, как бы там ни было, все действительно очень удобно. С точки зрения бизнеса, работы с текстом, переписки и вообще необходимости быть на связи, думаю, что BlackBerry Z30 очень-очень хорошее устройство. Конечно, есть определенные проблемы с количеством приложений, но, с другой стороны, с приложениями просто надо разбираться. Ну, вот, была проблема с навигацией. Проблему эту я решил, найдя... Ну, на самом деле, подсказали мне в Твиттере, что есть Navital Navigator, и, собственно, я его нашел, скачал. Вот он абсолютно полноценно работает. Можно... Можно задать маршрут и поехать, например, ну, на Никитскую улицу. Ну, никуда сейчас ехать не будем. Ну вот, теперь, пожалуй, все, наверное, действительно, потому что просто на самом деле не хочется расставаться с этим устройством. Так, уже я полчаса наговорил. Думаю, что представление какое-то об этом устройстве дал. Так, конечно, всех нюансов рассказать об интерфейсе не получилось бы в любом случае. Ну, смотрите мой обзор более полный BlackBerry Z10 тоже в моем аккаунте на YouTube. Возможно, он подскажет. Да, что еще хотелось бы сказать, раз уж открыл браузер, сейчас вспомнил. Хотелось бы показать еще раз очень, на мой взгляд, приятную и полезную функцию. Функцию читать. В браузере ну вот, например, у нас такая страница. Не суть. И мы пытаемся ее подогнать, но здесь она по ширине более или менее нормально подгоняется. Ну вот, например, если открыть знаю, я одну такую страницу. Ну вот, пожалуйста. Вот и все масштабирование. Конечно, мы можем... Нет, вот так вот он масштабировал. Ну, так уже более или менее можно читать. На самом деле... Так, что случилось? Но, чтобы нормально прочитать, в BlackBerry можно, конечно, так, но в BlackBerry есть, на мой взгляд, прекрасная совершенно функция, именно предназначенная для комфортного чтения. Называется она читать. Мы нажимаем на нее, и вся страница у нас переформатируется под чтение. Вот таким вот образом. Все очень удобно, просто, комфортно. Все действительно создано для использования. Ну вот, пожалуй, этой красивой фирменной BlackBerry фишечкой я и закончу этот свой обзор BlackBerry Z30. И лично я очень-очень жду появления этого смартфона на нашем рынке. Но причем жду появления по адекватной цене, сравнимой с ценой на ту же 925-ю Lumia, на тот же Samsung Galaxy S4. Мне кажется, что этот смартфон лучше по каким-то параметрам точно. И хотелось бы, чтобы его покупали. Хотелось бы, на самом деле, чтобы BlackBerry уже перестал быть брендом для избранных и стал бы доступным, но качественным продуктом для всех. Вот на этой позитивной ноте, пожалуй, можно и закончить обзор. Спасибо.